Приветствую! Алексей Арестович заявил о возможной мобилизации студентов. Что же это означает? Почему такое заявление сделано именно сейчас, когда украинская армия показывает, наоборот, успехи? Почему такого заявления не было сделано даже в те моменты, когда мы отступали и когда армия РФ захватывала каждый день все новые и новые территории? Вот давайте с этим разберемся. У меня есть версии, почему это было сделано. И первый вариант, первое объяснение, конечно, вполне логичное, рациональное. И оно соответствует тому, что сказал Алексей Арестович. А по сути он сказал следующее. Если армия противника увеличится на 1 миллион человек, и если этот миллион человек будет заброшен в Украину, то, безусловно, ситуация на фронте будет катастрофическая. И призывать нужно будет, по сути, всех. Как он правильно сказал, война станет народной, да, и будет угроза существованию государства. То есть не просто потеря отдельных территорий, а потеря всего государства. И в этом ситуации государство будет делать все, чтобы себя сохранить. И для этого оно должно призвать соответствующее в ряды ЗСУ то количество человек, которое может противостоять агрессору. Вопросов никаких в этой части нет. Все логично, все обосновано с точки зрения интересов государства и военной логики. Но все-таки остается осадочек. А почему же об этом не говорили тогда, когда мы фактически отступали? Когда фронт проламывали каждый день, да, и шло наступление в Черниговской, Сумской, Киевской области, Харьковская, Херсон, везде. По всей Украине шло наступление, и никто не говорил о том, что студентов будем призывать. Почему же сейчас об этом заговорили? Официальное объяснение, в РФ объявлена частичная мобилизация. Но у меня есть и другая версия, что дело не только в этом. Дело еще в том, что студенты начали слишком сильно возмущаться. Были некие там попытки протестов на шагинях. Были попытки протестов, ну, скажем, таких онлайн протестов в сети. И, может быть, для того, чтобы несколько студентов, так сказать, успокоить, да, в их порыве, государство вышло и сказало, ребят, вы там как бы сидите, а то мы вас и призвать можем. Вы возмущены тем, что вы выехать не можете, но вы подумайте о том, что мы вас можем призвать. И действительно, государство это, безусловно, может сделать. Нужно понимать, что каждого из нас, кто сейчас освобожден от мобилизации по 23 статье Закона Украины о мобилизации, можно быстро освободить от отсрочки. Как это сделать? Легко. Нужно просто поменять 23 статью Закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации. И, как мы знаем уже по предыдущему опыту, если же у государства стоит такая задача, то оно может это сделать вот так. За один день Верховная Рада получит законопроект, рассмотрит его в комитетах, комитеты одобрят, депутаты проголосуют и в тот же день президент подпишет этот закон. И не будет такого, как с некоторыми законами, которые там месяц-два могут лежать на подписи у президента. Будет задача, подпишут все за один день. И 23 статья может просто исчезнуть. И, соответственно, может исчезнуть та отсрочка, которая предоставлена этой самой статьей. Поэтому, если у вас есть отсрочка, не нужно думать, что вы прям там сверх как-то защищены от мобилизации и подобное. Это может измениться в один день. Защита, ваша отсрочка может исчезнуть в один день. И я очень надеюсь, что этого не произойдет, что это все-таки больше такой вариант попугать. И в каком-то смысле, с точки зрения логики государства, это правильный вариант. Но надеемся, что дальше этого не пойдет. Почему я еще на это искренне надеюсь? Потому что, несмотря на то, что стороны говорят о том, что переговоры не ведутся. Да, мы официально видим и РФ говорит о том, что Украина отказалась от переговоров. Украина говорит о том, что мы не будем вести переговоры, пока они не выйдут из Украины. Но по факту мы видим, что обманули и те, и другие. Переговоры идут. И это внушает огромнейший оптимизм, потому что это не просто переговоры, а это переговоры о очень принципиальных вопросах. Потому что обмен Азова и обмен Медведчука – это очень принципиальные вопросы для обеих сторон. И если стороны конфликта смогли договориться по столь принципиальному вопросу, то у меня возникает такое желание, вернее, мне хочется верить, чтобы параллельно стороны договорились и о других принципиальных вопросах, и договорились таким образом, чтобы военные действия в Украине прекратились, чтобы прекратили умирать люди. Потому что люди – это самое главное, что у нас есть. Как мы помним, даже в Конституции написано, что человек является наивысшей социальной ценностью. И вот у меня есть огромная надежда, что стороны все-таки смогли договориться о чем-то принципиальном, и мы сможем сберечь людей, жизни этим людям. И в связи с этим, конечно же, есть надежда на то, что никакого усиления в плане мобилизации не будет, ужесточения мобилизации, привлечения новых дополнительных сил. Потому что, подчеркну еще раз, стороны, договорившись об обмене Азова и Медведчука, нашли, соответственно, точки соприкосновения по очень принципиальным вопросам. Ведь вы вспомните, о чем говорили РФ, что Азов – это там сверхнацисты, которых нужно расстрелять, и всех все, они уже не вернутся в Украину никогда, что эти люди понесут невероятное жестокое наказание, но не понесли. И мы говорили о том, что Медведчука никто никогда не поменяет, что он здесь навечно и понесет наказание. Но если смогли в таком принципиальном вопросе договориться, то, друзья, будем надеяться, что все-таки данный конфликт пойдет на спад и в ближайшее время нас ожидает, ну, как минимум, затяжное перемирие, если не мир. На мир там полноценный, я честно скажу, не очень надеюсь, но на какое-то затяжное перемирие мы можем надеяться. И надеюсь, что так и будет, надеюсь, что мои рассуждения в этом плане будут все-таки правильными. Друзья, поделился с вами своими мыслями, надеюсь, что кого-то хотя бы немножечко я успокоил своими надеждами. И пожелаю вам всем, чтобы как можно скорее в ваши дома пришел мир. До свидания!